В результате декларации о независимости, а кстати там написано, что Украина нейтральное государство, а в 2008 году вдруг перед ней открыли двери или ворота в НАТО. Вот интересное кино. Мы так не договаривались. Во-первых, никакой декларации о независимости Украины не существует. Существует акт о провозглашении независимости Украины. Ебать! Без права на реабилитацию уничтожен! Он также приебался и к декрету Зеленского, что никакого вот этого разнотолка. Есть указ президента Зеленского. Уничтожен! И молчание такое. Стрим идет ведь? Походу магазин ковров роскошный умер от хуевоза. О-о-о-о! Историк-просветитель раскрыл людям глаза! Во-первых, опять мастерство лжи. Ту-ту-ту-ту! Я когда в первый раз услышал эту хуйню, я молчал минуту-две. А потом начал орать, блядь. Да, и это круто. Но не целиком, а отдельные блоки в конце, ну, точнее, второй половины этого видео мне скидывали. И знаете, что самое, самое, блядь, веселое, ну, на мои комментарии просмотренного? Он, блядь, решил мне лично написать. Вот. Я вам зачитаю, что он мне написал. Посмотрел твой реакт на разбор интервью с перемотками, так что, может быть, что-то пропустил, не знаю, что он там мотал. А ты полностью не смотрел или хайлайт такой просто? Ты как-то совсем в хейт ударяешься, мне показалось. Пишет он мне. Дальше. И хитно комментируешь пост о рождественском перемирии, который является продолжением вот этого поста. И там до этого поста про то, как Путин умоляет и продолжает эту повестку. И дальше. И глумишься, мол, пацифист, я неправильный. Но это бог с тобой, может, и неправильный. Где-то останавливаешь на середине фразы, достраиваешь ее до меня, споришь с этим, а потом только дослушаешь. Хотя там общий смысл, это уже во втором блоке, общий смысл не поменялся, потому что он достроился до Владимира Путина, что он имел в виду то и этого. То есть все, в принципе, справедливо. А дальше, кстати, вот финальную мою фразу при просмотре про нехватило хронометража. То есть про, мне казалось, очевидную подъебку просто этих комментариев. И вот дальше он пишет. Касательно нехватило хронометража, еще давай кое-что реально объясню. Может быть, тебя задел тем, это вот задел, что не все твои правки взял, не хотел этого. Если что, извини. Да, ведь это уже с моей стороны ерническая фраза была именно о том, что это меня, блядь, задело. Дальше он пишет на несколько абзацев, что повествование в крымской весне довольно сухое. Ну да, конечно, не сказал бы, но ладно, допустим, насыщенное фактами. Ты во многих своих правках предлагал прерываться на несколько минут рассуждений, хотя где-то он и решал это делать. Вот вроде предложение поспорить с российским МИДом или рассуждение о юридической возможности для Чалова руководить Севастополем. Там не только про Чалова, если что было. Там про то, что у Киева не осталось никого юридически, кто был бы за них. Хотя про то, что в Крыму такие были, он решил рассказать. Это очень здорово ложиться в твой формат, когда если есть стрим, и можно во время просмотра ролика на 10 минут уйти в рассуждение на какую-то тему. То есть, и причем это единственная моя фраза, по поводу которой при просмотре на одном из прошлых стримов он решил разлиться на несколько обзадов объяснения дальше. В обычном видео на YouTube это, к сожалению, сбивает зрителей и роняет среднюю просматриваемость. Условно, в твоем формате я записывал видео реакты на Стас Васильева и в начале нашего с ним конфликта, где ролики по 5 часов. Мне показалось, что сценарные ролики гораздо лучше воспринимаются зрителям. И по просмотрам вроде как получается так. Получается, это самое главное. Ну ладно. Там не было каких-то правок, которые бы критически меняли мои тезисы. Чем я не согласен суть повествования и тогда даже про те же контексты Путина в сравнении с контекстами Порошенко. Ну вот увеличить ими хронометраж, сбивать темп лишний раз, при этом потратив время на оформление этих ставок мне не хотелось. Опять же, мне кажется, что все твои правки по фактологии я взял. Кроме, может быть, момента про партию Аксеновой, то, что первые выборы ее были, что это ее первые выборы были, до сих пор не уверен. Возможно, стоило это добавить. В одном из драфтов это было. Мы даже нашли репортаж с мэром Бакчисарая на Чопере, но потом оно пошло под нож, как многие изначально в сценариях, к слову. Это в целом норма. В большинстве проектов, с которыми я соприкасался, сценарий изначально урезается. Я вообще не понял, к чему он, блядь, это пишет. Он решил, вот о чем он решил пояснить подробно, это про фразу в самом конце, что типа, ну, может быть, им тоже просто хронометража не хватило. Что связано просто с моим несогласием того, что важно, а что не важно. И она, очевидно, была ироничная. Сказанная с тем, что даже пояснением, что я согласен с комментариями, вырезанная фраза Такера Карлсона в интервью на Кремлин.ру, это не норма, блядь. И я согласен с этими тезисами. Не коснувшись моих тезисов о других. Единственное, что о посте в телеге про мольбы Путина. И контекст вообще не меняется. И, ну, единственное, что я смог ему ответить, там, правда, телега тоже длинная, я пишу, нет, ты ошибаешься, меня это совершенно не задело. У нас просто разные подходы, представления, информации. Ты вообще не о том думаешь. То, что считаешь неважным ты, не считаю таковым я. Поэтому я и говорю часто, что считаю важным отметить из деталей. Я редко их считаю неменяющими повествования. Ну, из того, что знаю я в момент, когда об этом говорю. В случае с тем роликом, в том числе, наши подходы, еще раз повторюсь, отличаются. Я лишь не согласен с тобой. А уж по просмотренному, в скобках, комментировал только те блоки, что мне заказали. Мне вообще нечего сказать больше, чем то, что уже видео ты видел. И дальше привожу цитату его опять из телеги. Тут, собственно, три варианта, пишет он. Первый, и он первый отмечает, вот на нем цитата и заканчивается у меня. Первый. Коллективный Путин таким образом хочет получить хоть какой-то прямой контакт с Украиной и продолжает линию. Умоляем. Дайте выйти из этой авантюры. Мы все поняли, но сдать все не можем. Власть потеряем. Что он пишет, кстати. Хотя этот тезис, наоборот, в своих роликах часто опровергает. Но я приписываю. Цитата из твоего ТГ. И дальше привожу этот статус. Ну, отрывок. Продолжает линию. Ну, то есть она уже была. И ты пишешь, что он, возможно, и сейчас продолжает умолять, юродствуя, будучи пацифистом, над тем, что представители российской власти заявляют, что готовы к переговорам без предварительных условий, побеждая при этом по очкам, как ты сам в своих видео говорил. Уж про кондиционеры я там тем более молчу. Я честно тебе говорю, я не верю, что ты идиот, и не понял, в чем там была глупость юродствовать над заявлениями Минобороны, смысл в которых был, еще и в контексте гибели российских миротворцев. Но, ХЗ, может быть, зря не верю? Бог. Вот дальше пишу, что про Бог с тобой. Пишу. Бог, если он есть, безусловно, всех нас осудит. Тебе же в своих видео и ТГ ничто не мешает называть меня умеренным зетником и умеренным сторонником войны. Себя же ты называешь не иначе, как пацифистом. Возможно, и правда, и ты себя таковым считаешь. Только вот я тоже считаю себя человеком пацифистских взглядов. Просто в своих рассуждениях о происходящем и о персоналиях я не лишаю себя рационалистского подхода и не перекладываю свою логику, как мой пацифизм должен работать на всех других. Что же мне мешает усомниться в твоем пацифизме и предположить, что логика твоя связана в большей степени с другим? Правильно? Да ничего. Об этом я и говорю. Тем более, когда про компромиссную речь Путина об указе президента Украины, ты говоришь, что она не миролюбивая, ведь он должен был рассуждать именно от своей отставки, раз этого требует указ Зеленского. Ну, с добрым утром, Александр. Ну да, Путин не является пацифистом твоего толкования. Но ты здесь и не один такой с мирными инициативами. И что никак не отменяет факт, что его речь уже в очередной раз является формальным объявлением о готовности к мирному компромиссу. Да, заявление именно мирной инициативы, к которому он готов без предварительных условий. А значит, при неготовности противоположной стороны даже к таким шагам изъявить свою готовность начать такой диалог, пацифиста, как мне кажется, это должно подводить к мысли о том, что идущая в полный отказ сторона в большей степени виновата, виновна в продолжении войны, именно в дальнейшем продолжении. И отправлять именно в ее сторону большую часть претензий, требуя от всех мира, а от Украины в первую очередь, спуститься с небес на землю, начав переговоры с действующей властью России без предварительных условий. Ну, дальше я дописываю, что у нас все время есть такой диалог, начинаются споры и публично это озвучиваю, что я много времени на эти ответы письменные теряю всегда, а у меня и собственная жизнь есть, я дописываю. Так что в следующие разы ты либо в эфире публично предлагай все из этого обсудить, либо хотя бы предлагай звонком в личном общении, а то, блядь, эти диалоги растягиваются хуй знает на сколько. И все из этого пояснять времени у меня не всегда есть. Вот на стриме нормальная тема, да, для обсуждения споров о том, кто тут пацифист, а кто умеренный сторонник войны. Но, окей, это моя позиция. Я считаю, что вот это видео, даже в сравнении с другими видосами, просто какой-то верх идиотизма. То, о чем тут он говорил. И про важные в первую очередь поправки. Видео-мастерство «Лжи Владимира Путина», где он неправильный пацифист, точнее, неправильный миротворец, неправильный миролюбец. Да, не такой, как Штепанов. Но это не отменяет компромиссность его заявлений по возможностям переговоров без предварительных условий. Панченко. Зачем Путин говорит об истории? И что будет с границами 91-го года? Января или декабря? Сегодня короткий, но важный выпуск. Меня много просили сделать разбор интервью Путина и Карлсона. В интернете такого полно. Набежала куча тинейджеров и начали рассказывать, что делает неправильно Путин, что делает неправильно Карлсон. Позволю себе отметить всего две вещи. Прочитала реакцию в украинских СМИ. И везде Путин вернулся на дипломатический трек. Конфликт в Украине заморозят. Путин говорит о мире. Путин хочет мира. Нихуя это у них так писали, да? Что скоро конфликт заморозят. Тоже, наверное, с надеждами-то на это. Чуть ли не пощады. Все очень наивные. Путин всегда. Чуть ли не пощады. Конфликт в Украине заморозят. Путин говорит о мире. Путин хочет мира. Чуть ли не пощады. Да, а есть и такие, кто об этом пишут. Что это именно политический трек молить о пощаде. Все очень наивные. Путин всегда говорил о мире. В отличие от Зеленского. На протяжении всей войны. Но он не рассуждает о своей отставке. Раньше Путин говорил, что считают украинцев братским народом. Если не одним. Не за мир. Всегда говорили, и я продолжаю говорить, что это братский народ. Сегодня впервые на аудитории в сотни миллионов человек по всему миру Путин рассказал, почему Украина искусственное государство. Украина в известном смысле искусственное государство. А раз искусственное, значит, можно прекратить существование. Это главный посыл. Это не иллюстрация причины, почему началось. Но каждый выискивает свой главный посыл. Это демонстрация намерения. Намерение идти дальше. Уничтожить. Путин не ведет диалог с Зеленским. Путин ведет диалог с Олегом США о целезообразности существования Украины. Путин открыт для переговоров с Соединенными Штатами, если Украина исчезнет как антироссийское государство. Но он допускает, что эти переговоры может начать даже нынешний президент Владимир Зеленский. Вы совершаете огромную ошибку исторического масштаба. Поддерживаю все, что там происходит на Украине. Хотя верит ли он в это, не знаю. Отталкиваю Россию. И еще одно, самое главное. Многие иронизируют, мол, Путин зациклился на истории. Это никому не интересно. Вот Зеленский говорит о понятных всем вещах. Границах. Ну, Сакер Карлсон сказал, что ему было интересно. Скажу вам о неочевидных последствиях таких разговоров. Свой вариант напишите в комментариях. Часто звучат фразы, типа, нельзя повторить события, которые были три дня назад. Какая уж там история. Мы не знаем, что у нас три дня назад было. Какая история древних веков. Ну, ты не знаешь, видимо, с памяти уже какие-то проблемы. У Путина таких, как видишь, нету. Давнишнюю историю помнят. А вот манкурты-то, родства не помнишь, и кто не знает прошлое свое, вот у того и нету будущего. Пускай и задумается об этом, если осталось еще чем думать Дмитрию Гордону. Чем сейчас отличается мировоззрение украинцев и россиян? А оно отличается существенно. Как формируют отношения к стране в России? Приведу две яркие цитаты. Россия это страна со столицей в Москве, а границы уточняются. Или Россия это империя, где границы постоянно дышат. Уловите суть. Есть стержень государства. А границы это уже вторично. Теперь как формируют отношения к стране в Украине? Границы 91-го года. Украина должна быть в соответствии с кордоном 91-го. Некоторые же у них, типа Данилова, Буданова, рассуждают о том, что Украина может пойти дальше после границ 91-го года. Гресь-то об этом. Такие мечтатели у них все-таки тоже есть, справедливости ради. Учатся на границах 91-го года. Это повернение до кордона с 91-го года. Я даже не только это говорю. Поэтому есть фундаментальное отличие мировоззрения людей в Украине и в России. В России стержнем выступают традиции культура, искусство, духовность, признание общих исторических достижений СССР, Российской империи. Именно вокруг этого стержня... Нет, я по-другому сказал в этой логике. Если в контексте границ, то у России есть преимущество идейное. Потому что идея, в каких границах должна быть Россия, она действительно очень расплывчатая. Да, есть формальные границы с Херсонской, Запорожской областью, ДНР и ЛНР. Но об этих целях меньше говорится. Говоря в целом о том, что мы демилитаризируем, деноцифицируем Украину вместе еще и с этим. А там, ну это же новые все равно территории. Так что, где бы эти достижения не закончились, они все равно будут достижениями технически. А для Украины обозначено всеми их политиками, что если не граница 91-го года, то значит это проигрыш. Ну, блядь, в такой логике, скорее всего, господа, вы проиграете. И... Десять, двоеточие, пятьдесят. ...бируется российская государственность. Это общее достижение 150 национальностей, которые проживают на территории России. Никто и никогда не сумеет, не способен запретить или отменить нашу уникальную цивилизацию и богатейшую культуру. А теперь вернемся к Украине. Что такое сегодняшняя Украина, если не говорить о границах 91-го года? В Украине всеобщую историю и достижения выкосили под корень. Своего наследия нет. Строить государство вокруг украинского языка невозможно. Украинский язык на всю Украину знают пятьсот тысяч человек. Все остальное это суржик. Я не потребую жодного... Славынка. А, гаманецы. Де гаманецы у нас? Ну, если да, говорить о суржике, то чё-то все время вспоминается. Российская мова. Российской же мовой они называют русский язык. Чё-то у нас с этого жопа не рвется. Похуй абсолютно, плюс похуй. Чё-то жопа у нас не рвутся, когда русскую речь, русский язык называют российской мовою. Но стоит нам сказать, на Украине, ещё до 14-го года стоило так сказать, так пердочелы летят куда-то на Альфа-Центавру. Финансовых, а не радники, а не кошельков. Как будет у нас? Помечники, кошелёк, как будет? На русском. Не як буду, а кошелёк как будет? Как хороший. Но пришёл Владимир Зеленский. Человек изначально русскоязычный. Очень хуёво знающий украинский язык. Вынужденный в 19-м году заказывать себе репетитора, чтобы учить украинский язык. Теперь он напрочь забыл русскую речь. Руссийскую мову и всё. Как бы не размовляет. Строить государство вокруг Бандеры невозможно. Как бы самое впечатлительное, не пытались хвалить его личность, но он никогда не станет героем для большей части Украины. Это невозможно даже в теории. Строить государство вокруг дружбы с Польшей невозможно. Поляки блокируют... Да и не очень-то получается. ...границу, высыпают и жгут украинское зерно. В ближайшее время поляки планируют заблокировать всю границу с Украиной. Несмотря на новое польское правительство... ...как они в целом относятся к Украине. Несмотря на то, что говорят, ну сейчас выборы, да, пройдут, и новое или старое правительство всё откатит назад. Бля, не получается, уже по инерции идёт дальше. ...тоже уже многим стало понятно. И вот поэтому единственное, что остаётся, вокруг чего сегодня может строиться идея Украины, это границы 91-го года. Именно поэтому вы слышали об этом уже тысячу раз. Это да, но нюанс, как минимум без 20% территорий. Ну, в межах наших международно вызнанных кордоней 1991-го года. Вот это, наверное, тот самый поворотный момент был, когда становилось ясно, не, они полностью оторваны от реальности. В конце 23-го года, после тотального провала с контрнаступлением, повторять всё то же самое, когда ты говорил на пике, на самом сильном эмоциональном возбуждении всего твоего народа и общества после первых успешных контрнаступов в Харьковской области и занятия правобережья области Херсонской. Но спустя год после такого пиздеца говорить всё то же самое, про свою мирную формулу, вы просто уйдите отовсюду, сейчас имея инициативу, а потом мы начнём свои переговоры о том, сколько вы репараций нам заплатите. Вы вообще что ли ёбнулись совсем? Башки нет, нихуя. Вы надеетесь на то, что вы будете ещё год-полтора ждать, пока не перейдёте в контр-контр-контр уже наступление и не победите. Ну окей, ждать у моря погоды можно сколько угодно. Если опять обосрётесь, то последствия могут быть гораздо жёстче, и сегодняшние последствия покажутся ещё раем на земле. Собирают унитазы, они... Потому что следующие последствия могут уже быть не на земле, а куда-то вот в другое место отправятся души, а может быть и вот этих вот товарищей. Пути понадобятся и возвращаются к себе за нашу границу от 1991 года. Но есть небольшая проблема. За мифические границы 1991 года не хотят умирать. Именно поэтому народ бежит через границу, рискуя жизнью. Именно поэтому на сегодня главная проблема в СУ – это отсутствие мотивации. Растёт разочарование даже уже у самых закалённых бойцов. Именно поэтому людей ловят на улицах, как животных. Да, ничего, потери. 31 тысяча человек, не больше. Просто, ну просто вот так. Много раненых, не хочу Путину рассказывать. Но мобилизацию приходится ужесточать, чтобы она была тотальнейшая. Границы закрыты с 24 февраля 2022 года. Третий год пошёл закрытых границ на Украине. Никто, у кого получается, съявывает там незаконно через границу, через взятки, через что угодно. И этих людей тоже можно понять. Ну, пиздец. Карл Бланш на всё просто у ТЦК. Даже самые упоротые патриоты подсознательно понимают, что Крым и Донбасс всегда тяготели к России. Они не чувствуют, что у них что-то отняли. И поэтому и не хотят воевать. Поэтому и бегут как можно дальше от Украины. И там тоже не все. Ну, на том же Донбассе, если уж там в Мелитополе, в Геническе, тем более. Но это реалии, с которыми нужно считаться. После, с реалией 23-го года для Украины. Но не хотят. Не хотят. Блядь, да сука. Слышь, коллективный пацифист. Давай-ка мы будем в первую очередь говорить о том, что Украина охуела, потому что вина в продолжении этого конфликта уж формально, из формальных заявлений, висит на них и продолжает висеть дальше. Род можно довести до истерии. Заставить ненавидеть русских в соцсетях. Но по-настоящему умирать за идею, которая нет, как показала практика, люди не готовы. А в это время в России, которая стоит на духовном, историческом, культурном фундаменте, в месяц идет добровольцами 40 тысяч человек. За ту самую историю, о которой говорится... Я, причем, может быть, и ошибаюсь, но продолжение этого конфликта, даже при таких масштабах, они могут еще измениться, но я не знаю. Но то, что мы видим, это постоянные потери, и с одной, и с другой стороны. И мобилизованных Украины также жалко. Я без понятия. Если оно такими темпами, таким форматом и продолжится, то какой бы город ни был взят, там, не знаю, Часов-Ярли или Купинск, хотя бы восточная его часть, какой бы это город ни был, он превратится в руины. Как Бахмут, нынешний Артемовск, как Солидар, как большая часть Авдеевки, или как Маринка вообще, ни одного живого места не останется. Так ли это нужно для России? Ну, я, честно говоря, не знаю. Со стратегической точки зрения. Мне трудно представляется, что это наступление так перерастет, нарастет, и ухуякс до Одессы, блядь, а там и Приднестровье, все нормально. Новороссия, Будда в России. Тоже слабо представляется. Но то, что этот конфликт не прекращается, главные инициативы в нем, тех же формальных заявлений в позиции Украины, и это пиздец. Уж в первую очередь к ней нужно сейчас претензии предъявлять. На что вы надеетесь? На какой период, блядь, садитесь, мудаки, за стол переговоров? Вы ебанулись совсем, что ли? Вы же и в 22-м году сами признаете, что да, сидели за столом переговоров, и сами же из-за него ушли. После того, как вам чел с крутой прической наговорил чего-то, а вы в это поверили. Или представили себе, что это значит нашу итоговую победу. Да вы ебанулись. На ком вина-то уже в последствиях, в продолжении конфликта? Путин, а теперь задумайтесь. Постоянно рассказывая про границы 91-го года, Зеленский только подтверждает тезисы Путина, что Украине больше не на что опираться. Что было разрушили, нового не построили. Поэтому и говорим о границах. При этом Путин сразу заявляет, что эти границы были нарезаны искусственно и не отражают реального положения вещей. То есть своим монологом Путин объясняет Западу, что Украины фактически нет. Если обсуждать границы 91-го года, то что такое сегодня Украина, я знаю, что никто не сможет... Самое важное обсуждать границы 91-го года. Какого месяца только? У кого какие здесь красные линии? У кого точка отсчета? Вот после 91-го года хуяк справедливость, блядь, наступила такая невероятная. Просто вот и по ней мы теперь все судим, все меряем. Да нет, времена меняются. Но с 90-х годов в мире как часто границы менялись? Ну, бывало, с той же Югославией. Пришлось это принять. Воли это народа или где-то не воли, а последствия военных действий с участием западных стран. Но это пришлось принять. Но пока ебнем. Почему здесь это нереально? Еще как реально. Нет больше идеи, почему должна быть Украина. Кроме как говорить про границы. Истории нет, образа будущего нет. А сегодня все в растерянности и бегут в разные стороны. Так что важнее, граница или история? Даже если мы возьмем историю Бандеры. Он тоже проиграл, потом сбежал, потом его убили. Далеко ли Украина уедет на такой истории? Не уверена. Друзья, подписывайтесь на YouTube канал Панченко. Обязательно на Telegram канал Панченко. Примеров хоть и немного, они есть с 91-го года. С этого момента невероятной справедливости, по которой и нужно теперь судить. Югославия вообще прекратила свое существование. Южный Судан отделился от республики Судан. В самом Судане сейчас пиздец. Вот Ливия, Йемен, блядь. Стирийская Арабская республика со своими 38-ми параллелями существует уже сколько лет. Да, это вот та данность, которую вынуждены принимать. Она когда-нибудь тоже поменяется. Это безусловно. Ничего не стоит на месте. И границы, они не константны. Разных стран. И Россия, и Украина, и всех остальных когда-то поменяются. Но сейчас это то, с чем мы считаемся. Ну а Украина с невозможностью собственной взять просто и вернуть себе все по тем границам, которые они считают для себя по Конституции справедливыми. Не получится. Скорее всего, я уж, конечно, не Настрадамус, но сколько это они еще будут ждать изменения положения, ждать моря погоды, без понятия. И покуда это будет, ну вся вина на них за продолжение этого конфликта. Она с 22-го года. Вот можно сказать о том, что да, вина в начале этого конфликта и в Украине еще с 14-15 года и в действиях России, и до 14-го взаимодействия с Украиной, и в 14-м году поддержки тех сил, которые были пророссийскими, что в принципе логично, и в начале специальной военной операции, то есть интенсификации, которую не удалось быстро решить в начале СВО, о чем говорил Путин, Такеру Карлсон. Но за продолжение нынешнего конфликта первоочередную уже сейчас ответственность несет Украина своими заявлениями, что заморозка конфликта их не устраивает. Не устраивает, куяримся дальше. И наши, и ваши солдаты будут погибать дальше. Ваши мобилизованные постоянно будут идти на фронт. И это пиздец. Их тоже жалко, тех, кто не хочет воевать. Но они будут погибать. И наши, и ваши. Вы ебанутые, блядь. Вот такой вам вывод. А еще мы создали в Телеграм специально для вас канал Выборы в США, чтобы следить за всем, что происходит. Терпения вам. Пока. Да, терпим, ребята. Только это и остается. Следующее, что у нас там. Нюберг про взятие Авдеевки. Что скажешь про взятие Авдеевки? Могу просто на самом деле Ctrl-C, Ctrl-V сказать все то же самое, что я сказал про Бахмут. Не было никакого взятия Авдеевки. Опа! Так. Псиоп, ну или Ипсо. Такого населенного пункта с названием Авдеевка больше не существует. Посмотрите фотографию. Как это выглядит. Но взятие позиций, они, хотя не полностью, даже, ну, в сравнении с Марьинкой, к примеру, но сами позиции, они не роляют. Не было никакого взятия. То, что они взяли, не является населенным пунктом. Это безлюдная, нахуй, пустыня. Нет, несколько-то человек, не знаю, там, несколько десятков, может быть, чуть больше осталось. С разбитыми дорогами и разрушенными зданиями. Они, буквально, захватили кучу руин. Захватить город, это получить в свои руки какую-то инфраструктуру, люди. Значит, когда Украина, я не знаю, что он по этому поводу, конечно, говорил, но, значит, когда Украина берет в результате контрнаступа Работина, ну, достижения-то, видите, они есть, территориальные, позиции заняты. Хотя, ну, от самого Работина уже в результате прошлогодних боев ничего не осталось. Это такой плацдарм. Может быть, он так не считает, но так считает большинство, кто описывал те события тогда еще в самом начале контрнаступательной активности. А, ну, раз все уничтожено, то и никакого смысла нет. Причем, в случае уж с Авдеевкой, позиции эти стратегические для участка фронта, где Донецк, они важны. Оттягивание, ну, точнее, отодвижение фронта украинских войск, от города, от города, который не уничтожен, и по которому с Авдеевского направления в том числе постоянно стреляют. ...которые там находятся, ну, вот как в Мариуполе в том же. Да, там раздолбали полгорода, но полгорода. А в Бахмуте просто, типа, осталось ноль населения. Это просто... Ну, не знаю, а тут не соответствует украинским заявлениям. Когда Мариуполь все-таки пришел приказ на экстракшн, было сказано, что и Мариуполь полностью уничтожен. Нет, теперь все-таки не полностью. Смотрите, как оказывается, а может быть, потом и другие города какие-то восстановят. Где-то не все уничтожено, не абсолютно все. И самое главное, Авдеевка в черте города перед Донецком находится. То есть, перед тем городом, который и так постоянно обстреливают в войне. Что явно очень важная вот эта вся развязка военно-стратегическая. А крупнейший ЖД взял это не инфраструктура. Ну, там же все уничтожено. Восстановлению, видимо, не подлежит. Или подлежит, или будет восстановлено, если останется под контролем России. А это пока предположительно. Ну, точно можно это предположить. И отодвигает линию фронта украинских войск от города Донецка. Хуя себе бессмыслица. Это город-призрак. Вот Авдея ноль просто это, блядь, кладбище появляется уже очень не ноль остались. Там люди просто их очень и очень немного. Но то, что у этого города очень серьезная важность для Донецка, про это автор данного канала решает не упомянуть. Но мы от него много охуенных видосов смотрели. Ну, как много? Два, наверное. И оба охуенные. Про кодексы чести и отношения с военнопленными. Про Израиль, который на самом деле называется Палестина, а не Эрец Исраэль, блядь. Там явно у человека какие-то серьезные проблемы с аргументами и фактами. Дэн маневр. Два это Ипса. Три это уже ничто и там ничего нет. Но это кстати главное. Четыре это отступление из-за недостатка до помоги. Это самый неудобный. Это все просчеты Залужного. Поздравляем, вы доказали, что очки, как всегда, говно, а вы ангелы воители. Ну, сейчас уже про Залужного все менее и менее актуально становится. Хотя это последствия же его командования, но он и меньше всего в этом командовании пиздел, говоря о том, что скоро-скоро победят. Еще и каким образом они победят. Но главный аргумент, который чаще всего используют, и про Мариуполь также использовали, там все уничтожено. Там непригодная для жизни территория. Ну, расскажите. Расскажите, как это важности никакой не имело. Вот когда значит мы наблюдали контрнаступ 23-го года, взятие Работина с десятка сел и поселков на Времьевском выступе, комментарии про то, что еще не дошли, что правда, до первой линии обороны Суровикина. О, ясно, все, бабка село у вас, все это не важно, это плацдарм для дальнейшего наступления. А тут хуякс, блядь, город Авдеевка под Донецком никакой ценности не имеет в контроле этих позиций, даже при практически полном разрушении этого города. Да, вы, ребят, гении, гении военной тактики и стратегии. Тут ничего не добавишь, кроме фейспалма. Знакомый Федулов из партии Яблоко уже, не СПС, Попури, 2011 год. Я читал, когда в прошлый раз заглядывал, смотрел, в какой сейчас партии, вроде ни в какой, что его как раз в этом году, ну или в этом, или, может быть, в следующем из партии Яблоко выперли за националистические высказывания, прям как Навального, и за то, что он что-то хорошее о власти говорил. Вроде там как-то так было написано. Я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, который на смерть, я вслед за ним, и небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с смет своих, ибо пришел великий день, день гнева его, и кто может устоять? В крови Иоанна Богослова всадники апокалипсис. Дорогие куряне, здравствуйте, шалом, барреп, саламалейку, здравствуйте, братья Роман, партия Яблоко выступает за равноправную многонациональную Россию, за вашу защиту, запомните, ваша партия Яблоко. Ваша партия Яблока, ваша партия Яблока, адвокат Федулов, ваша профессиональная защита. Здравствуйте. он, ты, он, она, блядь, а где муж? Вот это что ли? Или там Федулов? Спасибо, посмотрим. Вместе, целая страна, вместе мы сила, партия Яблоко. Устроим справедливое, свободное государство, защищаем ваши права, академик, ну или выпускник просто. Профессиональная защита, ваш адвокат, Александр Федулов. А тут корейцы, так справедливая Россия. Верят в партию Яблоко и поддерживают партию Яблоко. Бля, это те же актеры, что ли, что со времен предвыборных роликов за СПС? Что за него были? У него там рабы, что ли, какие-то были постоянные, вне зависимости от партии, снимавшие за него. Эх, яблочко, свет назрело. Россия сильна, когда народы вместе. Пенсионеры с партией Яблоко. Пенсионеры, партия Яблоко, ваша защита и опора. Ваша партия Яблоко. Наша партия Яблоко. Наша партия Яблоко. А капелла. Наша партия Яблоко. Александр Федулов не только проверен временем, но и может постоять за себя. Стоит, стоит, прямо сейчас. Хочешь иметь такую, как Маша? Ож, даже Печорскую рекламу походу этих рэперов уже как будто постаревших подвязали. Курская молодежь, партия Яблоко, партия ваша. Партия Яблоко, партия Курской молодежи. Объединяйтесь с партией Яблоко. Перегоним Китай по деторождению. Сука, блядь. Хехехех. На Ливкин до того, как он стал мейнстримом. Сжалься над нами. Не, сжалься над Федуловым, в первую очередь. Кому-то же надо политикой заниматься. Сэм Хайт самый смешной человек в интернете. Не особо знает, кто такой Сэм Хайт. Этого милого и забавного человека зовут Сэм Хайт. И он просто сатана во плоти, который любит оружие, который каждый год устраивает массовые трагедии и участвует в преступлениях по всему миру. А еще он занимается боксом. А еще он один из самых смешных людей в западном сегменте интернета. Причем еще совсем недавно про этого человека знали единицы. Его всячески банили и пытались отменить, но он не сломался. Стал одним из самых обсуждаемых людей на Ютюбе. Его видео и реалити-шоу собирают миллионы просмотров. Как так получилось? Давайте разбираться. С вами Крэйзи Дэнчик 1244. Заваривайте чаечек с лимончиком и давайте погружаться в историю Сэма Хайда. С чего все начиналось? Те же шрифты, что я у Фидула, по-моему. Сэм родился в Новой Англии и учился в школе дизайна, которую заканчивали такие именитые люди, как Сэт Макфарлин, создатель Гриффинов и актер Джеймс Франко. Сэм не был доволен текущим положением вещей и к тому времени, когда он в 2009 году заканчивал свое образование, был полностью разочарован в гуманитарных науках. Особенно ему было жалко четверти миллиона долларов, потраченных его отцом на обучение. Потом в одной из лекций Сэм утверждал, что по статистике около 53% молодых людей, окончивших учебное заведение по гуманитарной специальности, практически никогда не смогут найти нормальную работу. Ну... А в чем он не прав? Также Сэм добавил, что все те знания, которые там преподаются, он смог бы найти сам, просто оплатив несколько десятков долларов за интернет. В том же 2009 году Сэм и его друзья создают канал на Ютьюбе под названием МДЕ, которое переводится как «Экстримно миллион долларов», на котором публиковались различные комедийные скетчи, пропитанные черной сатирой, которая всегда являлась их визитной карточкой. Одним из разделов на канале был плейлист, состоящий из роликов с обзорами на самые идиотские проекты Кикстартера. Для тех, кто не знает, Кикстартер — это такой сайт, который предоставлял возможность буквально каждому человеку создать страничку с его задумкой для того, чтобы собрать деньги на реализацию. Сама платформа существовала до всяких донейшин-алерций Бусти, которые впоследствии позаимствовали у нее большинство функционалов. У меня была своя версия, Boom Starter называлась, и там Хованский собирал на третий сезон Russian Stand-Up'а, за что его и захейтили. Не знаю, насколько популярен Кикстартер сейчас, особенно в России, и пользуются ли им до сих пор, поэтому я считаю, нужно внести данную ремарку. Так вот, возвращаясь к теме. Как ни странно, по случайному совпадению был еще один такой же ютубер, который делал нечто похожее, что и Сэм. Этого ютубера звали iDabs. Для тех, кто мало знаком с интернетом 2014-2017 годов, то iDabs был одним из членов команды золотой эпохи ютуба, в которую входили. Этого заказывали. Первый, это Филфи Фрэнк, снимавший одноименный веб-сериал в кавычках, известный своими одиозными пранками, а также вирусным видео под названием Harlem Shake. Второй, это непосредственно сам iDabs. Третий, это Макс Мафоя. Четвертый, это How to Basic. Пятый, это Everything for Use. Тогда они делали прекраснейший контент, с которым вы можете ознакомиться, вбив название Human Cake в поиске ютуба. Теперь непосредственно сфокусируемся на iDabs. Его серия обзоров Намое интересное, что он мега-жетко это, под авторскими правами находится. Его хуй посмотришь, авторские права, если у себя на стриме, те, так же, как и во время просмотра фильма, плашку повесить, вырубай. ...незатейливо. Дерьмо на Кикстартере. И именно это шоу дало первый толчок к популярности. Посмотрев на все это, Сэм задумал интересный пранк, который однажды тесно переплетет их судьбы и в дальнейшем сыграет огромную роль в их жизни. Суть пранка состояла в том, что нужно было всеми силами попасть в очередной обзор iDabs. Для этого был создан мета-ироничный краудфандинговый проект, а именно игра-симулятор знакомств в мире My Little Pony. За все это Сэм и его якобы команда программистов просила всего-навсего 7,5 тысяч долларов. iDabs с радостью клюнул на эту наживку и ничего не подозревая записал 30-минутное видео с обзором на очередной в кавычках дерьмовый проект с кикстартера, однако это была его фатальная ошибка. Через несколько часов Сэм Хайт кинул страйк на это видео, из-за чего оно было тут же заблокировано. Затем написал письмо iDabs с условием, после осуществления которого полностью откажется от каких-либо претензий. Оставлю пока в тайне, что это было за условие в письме и расскажу про это в видео чуть позже. В общем, iDabs прочитал это письмо и, сняв ролик, публично отказался, раздув тем самым мини-драму на своем канале. Так как Сэм Хайт и его команда не были тогда известными личностями, для широкой публики показалось, что в очередной раз какие-то там креатори с кикстартера обиделись на iDabs. В итоге этот конфликт закончился ничем и все до поры до времени про него забыли. Спустя какое-то время Сэм Хайт решил расширять свою публичную деятельность и начал устраивать на популярных площадках троллинг-лекции, в которых притворялся то девочке трансгендером, то художником, который высмеивал феминизм и все, что с ним было связано. Квинтэссенция данной деятельности стала публичной лекцией на площадке Ted Talks в 2013 году. Опять же, для тех, кто не совсем понимает, о чем идет речь, Ted Talks это организация, которая устраивает лекции по всему свету. Например, однажды среди ее приглашенных лекторов был ученый Стивен Хокинг. В России ролики с Ted Talks форсили тогда в весьма популярном паблике в ВК под названием Атеист, а переводы лекций делал ютубер с никнеймом Инкор Кадит. А теперь возвращаемся к лекции Сэма Хайда. В публике он был представлен как инди-режиссер из Бруклина, снимавший документальные фильмы для National Geographic, а также являющийся человеком, который недавно вернулся из гуманитарной миссии в Сомали, где помогал группе феминисток убирать мусор с улицы. Всем своим постраничным образом он намекал на тогда... Гебать, то есть проверять информацию их не учили. Тренд различных голлиустских актеров ездить в Африку с гуманитарными миссиями и усыновлять оттуда детей. В своей лекции под названием Сдвиг парадигм Сэм высмеивал псевдоинтел... Это что-то на уровне, блядь, сюжетов Саша Барона Коэна, только без постановочной хуйни. Актуальность лекций на самой площадке TED Talks, а также всем предлагал найти работу и не заниматься этой чушью. И примерно тогда же была запущена самая длинная шутка на Форчане, которая повторяется и по сей день. Всякий раз, когда происходит массовая трагедия или ужасное преступление, пользователи Форчана отправляют фотографии Сэма Хайда репортером и новостным изданием, убеждая их, что Сэм Хайд является главным подозреваемым. Благодаря всей этой деятельности команда Сэма Хайда получила значительный пиар в масс-медиа, а также в 2016 году заключила контракт на собственное шоу на кабельном канале Adult Swim под названием Мир во всем мире. Какие-то части шоу возможно транслировались и у нас на телеканале дважды два, но я в этом не сильно уверен. Если кратко рассказать, что это было за шоу, то это были те же самые скетчи, что и с Ютьюба, которые высмеивали массовую культуру, только более дорогие. Это шоу не уступало по популярности хедлайнеру канала шоу Эрика Андрея, которое у нас в России переводили в ВК-группе под названием Стэндап. Шоу Сэма Хайда имело большой коммерческий успех. И казалось бы, что теперь его карьера устремится в небеса, однако из-за одного случая была запущена цепь событий, которая привела к печальным последствиям. Все началось со статьи на сайте BuzzFeed под заголовком «У ультраправых есть свое телешоу на Adult Swim». В этой статье журналист нагло обвинял Сэма в том, что он якобы поддерживает ультраправых Дональда Трампа и ненавидит Хилари Клинта. То, как ее увидел директор телеканала Adult Swim, он отменил новые выпуски шоу «Мир во всем мире» и разорвал какие-либо связи с Сэмом Хайдом. Несмотря на это, его команда вернулась к созданию контента на своем YouTube-канале, но тут снова прилетел очередной удар, который еще больше усугубил ситуацию. В интернете начали разгоняться слухи о том, что якобы Сэм Хайд пожертвовал около 5000 долларов создателю д*****, но из самых известных неонацистских платформ в интернете. Все аргументы, которые приводились к доказательству о виновности, основаны на скриншоте списка донатеров, среди имен которых было имя Сэма Хайда. На самом деле, скорее всего, это был троллинг-донат от одного из пользователей 4chan в рамках так называемой самой длинной шутки. Однако почему-то Сэм Хайд никогда однозначно не утверждал или не опровергал этот случай в публичном поле, оставляя неоднозначность. Казалось бы, почему это так важно для людей из США и кому и зачем донатить Сэм Хайд? Это же свободная страна, где гарантирована свобода слова и самовыражения. Однако не все так просто. Перед... Да не, смотри, все как у нас. ...выорами президента США Донатишь РДК, иди нахуй, пидарас. ...в 2016 году начало набирать популярность движения под названием Альт Райт, с которым было связано несколько громких случаев, в которых пострадало много людей. Например, факельное шествие в Шарлоттсвилле, где в толпу людей въехала машина. Все это в умах тогдашних граждан очернило само движение и что было с ним связано. Поэтому Сэм Хайд и попал туда... ...сдача культуры, отмены, лишившись карьеры и денег. В 2018 году был заблокирован канал Сэма и его команды. С точки зрения мейнстрима и интернета Сэм Хайд канул в небытие. До 2022 года Сэм размещал свой контент под пейволом на различных сайтах по типу Патреона. Но вдруг на одном из новых каналов под названием Хайд Варс появляется ролик с названием Правда про Айд Апса, в котором он рассказывает, как Айд Апс приезжал к нему снимать свой третий документальный фильм, а также раскрыл секреты, почему этот фильм до сих пор не был выпущен. Чтобы понять контекст, мне нужно рассказать вам немного о предыстории про YouTube. С 2017 года из-за рекламодателей правила платформы значительно ужесточились, поэтому жесткий хейтерский контент, который снимал Айд Апс стал попросту невозможен и ему пришлось подстраиваться под новые реалии, тем самым встав очень блеклой копией прошлого себя, за что подвергался всяческим насмелям со стороны коллег и своей аудитории. Одним из направлений в деятельности этого нового в кавычках Айд Апса стало создание документальных фильмов про западных ютюберов, которые уже давным-давно вышли в тираж. Первые два фильма собрали много просмотров, поэтому было принято решение снять третий про Сэма Хайда. Таким образом, их пути снова пересеклись и на этот раз гораздо сильнее, чем в прошлый раз. В том ролике про Айд Апса, который выпустил Сэм Хайд, он рассказал, что когда поступило предложение снять про него документальный фильм, он согласился и тут же начал готовить грандиозный пранк. Он потратил около 15 тысяч долларов и нанял актеров, которых заставлял отыгрывать членов его команды. И все вместе они должны были делать сплошное безумие. А также снял отдельное помещение под офис, где он якобы работал, превратив это место в полную помойку. Также одну из актрис он попросил сыграть, будто она его девушка с зависимостью. А еще подговорил ее украсть деньги из кармана у Айд Апса, чтобы пранк был убедительный. Когда к нему прилетел Айд Апс со съемочной команды, все они абсолютно искренне поверили в происходящее. Давай обворуем его! Так будет нагляднее! И без какой-либо доли скепсиса начали снимать свой документальный фильм. Может, отбедить еще? Все это длилось около двух дней и на третий день достигло кульминации. В этот день записывалось интервью с самим Сэмом Хайдом, по ходу которого Айд Апс спустя 7 лет припомнил ему тот самый страйк, который он получил от Сэма, а также раскрыл тайну того, что Сэм предложил ему в письме в обмен на его снятие. Этим предложением оказалось сделать присед с 90-килограммовой штангой пытался задеть Сэма про зависимость его девушки. Сэм неожиданно заявил, что она вовсе не его девушка, а актриса местного колледжа. Все, что было снято Айд Апсом на протяжении этих трех дней было пранком. Сказать, что Айд Апс был сильно шокирован и разочарован, это ничего не сказать. Данное интервью было прервано, а все съемки документального фильма были закончены в тот же день. Из-за того, что Айд Апс до последнего не хотел... Блин, ну и пиздец. Охуенный пранк. Зачем? Ну просто по приколу получать. Катьфильм, Сэм Хайт решил смонтировать и выпустить свою часовую версию, которую он смог записать на десятки скрытых камер, оставленных по всему образцу. Блять, он все продумал. Но нахуя? Зачем это все надо было? И тем самым отбить свои вложенные в 15 тысяч долларов. И знаете, у него все получилось лучше, чем ожидалось. Сэм не только вернул все, что потратил на съемки, так еще и сверх того, реанимировал свою карьеру на ютюбе, выйдя из продолжительного забвения. Все это вынудило Айдап за выпустить жалкий ответ Сэму Хайду, в котором он разжевывал свою аудиторию, что все произошедшие события были максимально глубоким пластом к метаиронии, и что любой бы человек ничего не выкупил. И правду иногда говорят, что судьба бывает страшнее смерти. Спустя месяц Айдап... Глупо так оправдывает, но любой бы человек отдельное видео еще записывает, любой бы человек ничего не выкупил, как оправдание папича, наверное, о том, что... Да, блядь, это невозможно было понять! Да какая разница! Факт в том, что ты попался, и кому-то стало интересно эту всю хуйню, эту ебаторию смотреть. Значит, значит, он победил, вот этот Сэм Хайт, раз он еще и заработал на это. Решил анонсировать новый проект Creator Clash, суть которого заключалась в том, что самые известные западные ютуберы могли бы сойтись в боксерском поединке между друг другом, а в финале уже сразиться с самим Айдапсом. Заявленная реклама Майкл Наки недавно, Максиму Катсу что-то похожее предлагал. Проекта были билеты, которые стоили дешевле в два раза, чем на обычный боксерский матч. Плюс все деньги с билетов и донатов пошли бы на благотворительность. В интернете сразу начали ходить логичные слухи, что в этом проекте примет участие Сэм Хайд. Но в одном из интервью Айдапса и его девушка сказали, что все это неправда и они против участия Сэма Хайда, так как с ним невозможно вести деловые отношения. Но всем все было и так понятно, что на самом деле это лишь отмазка, за которой скрывается глубокая обида Айдапса на Сэма Хайда. Вроде бы... Чудай, может быть это тоже такой гигантский троллинг длиною хуй пойми, сколько там... сколько там времени прошло. Вот на это, почему на это надо обижаться, блять? Чё за глупость вообще? Бредять на какать? Сами хуйню какую-то снимали на другого чела с своими охуительными пранками. Обиделись. Он не будет, с ним невозможно договариваться, он нас опять затроллит. Блин, не хочу. Казалось, что теперь мероприятие пройдет без самого главного участника. Но нет, в правилах не запрещалось быть тренером одного из бойцов, поэтому Сэм Хайд все-таки смог принять в нем участие, хоть обосредованно, максимально натренировав в боксе своего подопечного ютубера. И вот в день боя Сэм Хайд выкупил пять мест в первом ряду, чтобы насладиться шоу вместе со своей командой. Но через несколько часов ему вернули деньги и сообщили, что он и его команда внесены в черный список этого мероприятия. Это было глупым мувом со стороны Айдабза, хотя бы с точки зрения того, что мероприятие было благотворительным. То есть оно недозаработало несколько тысяч долларов. За это, конечно же, Айдабз, как организатор, был раскритикован и потерял остатки своей крохотной интернет-репутации, которая у него еще оставалось. И да... А он как скатился еще до этого. Уже говорилось о его крохотную репутацию. Улё, что же мега ебанутые видео. Че они друг друга не поняли? Что это за странная хуйня? Либо это тоже какой-то троллинг, либо этот превратился, ну, не знаю, даже не в жалкую пародию себя, а не бог весть что. Тот боец, который тренировал Сэма Хайда, все-таки проиграл бой, так что это решение кажется глупым вдвойне. Не оставляя идею поучаствовать в хоть каком-нибудь турнире по боксу, Сэм принял участие в похожем на Криэйтор Клэш промоушене, где отыгрывал образ стереотипного ирландского бойца и где ему удалось содержать успешную победу, благодаря чему его популярностью стремилась в небеса. Но вся эта история с боями все никак не хотела заканчиваться. Спустя несколько месяцев Айдапс анонсирует второй Криэйтор Клэш и Сэм Хайт, извлекший урок из прошлой истории, на этот раз со всей осторожностью снова стал тренировать очередного подопечного, который должен был принять участие и побороться за главный приз. Однако этому не суждено было случиться. Спустя какое-то время со стороны Айдапса поступила новость, что боец Сэм Хайда был отстранен от мероприятия без объяснения причин, с требованием вернуть деньги, которые ему заплатили за участие. Вся эта ситуация окончательно стерла репутацию Айдапса в порошок. Плюсом ко всему самому мероприятию после его окончания со слов Айдапса не удалось окупиться и все деньги, которые были получены в ходе, напоминаю, благотворительного мероприятия останутся у него и у его спонсоров. Таким образом, Айдапса бы ну публику окончательно закопал себя на кладбище Ютуба. А тем, прям сходка маргинала какая-то. Временем на волне популярности Сэм Хай запускает на своем сайте реалити-шоу с названием Фиш Тэнк, которое переводится на русский как аквариумная рыбка. Представьте, что мистер Бист с его аудиторией в миллион человек начал бы вести трэш-стримы, где за донаты заставлял своих друзей выполнять различные так называемые челленджи. Примерно такой же смысл содержится и в этом шоу. Были набраны восемь участников, которых закрыли в одном доме без доступа в интернет. Всюду были развешаны камеры, которые 24 на 7 снимают их жизнь, а также озвучивают донаты зрителей. По сценарию участников заставляют проходить различные испытания, которые придумывает сам Сэм Хайт в образе бизнесмена Голд Страйкера. Например, в одном из дней для каждого участника определили задание отыграть роль гензофрения, невозможность ходить и так далее. И вдобавок ко всему выпрашивать у зрителей купить как можно больше футбола к свою поддержку. Тот, кто по результатам испытания собрал меньше всего денег, выбывал из борьбы за главный приз 30 тысяч долларов. И, например, в одном из испытаний участников разделили на команды и каждый раздали по кукле в пеленках. Суть испытания состояла в том, чтобы отнять у противника команды и нанести как можно более креативный, так сказать, урон. По результатам голосования среди зрителей решалось, какая из команд была менее креативна и чей участник должен был покинуть дом. Также в течение всего шоу случались неожиданные и курьезные моменты. Например, когда зрители провели расследование и узнали, что среди участников есть п***, что, собственно, также привело к его моментальному выбыванию из шоу. На данный момент первый сезон был успешно завершен и готовится второй сезон, который ожидается не менее интересным и не менее успешным. Собственно, вот такой неоднозначный Сэм Хайт. Как лично я к нему отношусь, если честно, не знаю, но одно могу сказать точно. Я действительно его считаю одним из самых смешных людей в интернете, которые не заслуживали всего того, что с ним произошло в начале карьеры. Вся эта история является иллюстрацией того, что никогда не стоит отчаиваться. Ветеран или поздно сама жизнь вам даст шанс на успешный успех. Надеюсь, вам понравился данный ролик. А у меня на этом все. До новых встреч. До новых. Про мастер перформанс посмотрели. Так, ну я максимум только само это имя слышал.